Друзья, всем привет! И снова канал Биткоган, и снова я, Евгений Коган. Подписчики периодически спрашивают, какие книги о финансах я мог бы порекомендовать. Мы не раз и не два выкладывали такие подборки в наших соцсетях. Теперь же я хочу поговорить о них в новом формате. Конечно, здесь многое зависит от цели чтения и вашего уровня знаний. Кстати, правильное чтение книг это отдельная наука, между прочим. Ведь люди читают одни и те же книги, но приходят абсолютно разным результатом. Итак, начнем с книг для начинающих. Ну, книжка, которую я не имею права не начать, это Роберт Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Вы знаете, книга изначально задумывала как введение в обучающие курсы автора. Она же дала и название бренда его семинаров «Rich Dad». Такое «Rich Dad». Задолго до написания книги Киосаки призывал родителей не отправлять детей в институт, а вкладывать деньги в рынок недвижимости. В книге вы найдете принципы, из которых состоит мировоззрение богатого, именно богатого папы. Вот, знаете, мировоззрение богатого человека, она в корне отличается от мировоззрения бедного. Как искать идеи для бизнеса? Об этом тоже. Как вести учет своих финансов? Обязательно. Это так называемый финансовый IQ. Его повышение поможет выбраться из крысиных бегов нашей жизни. Увы, это, к сожалению, часто бывает. Я отмечу, что у Киосаки есть и другие интересные книжки, которые прокачивают уже отдельные финансовые навыки. Так что не только одной этой книгой, как говорится, с Киосаки мы можем познакомиться. Например, 8 финансовых заблуждений. Это моя любимая тема. Работа с психологией, ошибками нашего мозга. Книга учит, как упорядочить финансы, закрыть кредиты, накопить финансовую подушку, инвестировать. Это уже целый курс по управлению финансами. Знаете, такая вот личная финансовая свобода, личный финансовый план. Это очень важно. Следующая книжка, о которой я хочу поговорить, это книжка Бода Шефера «Путь к финансовой свободе». Зачем ее читать? Чтобы сформировать цели и приоритеты для достижения финансовой независимости. Вообще, все его книги — это «must read» — такое выражение «must read». Книгу написал немецкий миллионер, который начинал свою жизнь с нуля. Прочное благосостояние строится на разумной экономии и нестандартном мышлении. Ну, по крайней мере, так полагает автор. Вы знаете, если Киосаки дает нам настройки правильной ментальности — не брать кредиты, не заводить кредитки, не жить от зарплаты за зарплаты, то здесь уже идут просто практические советы. Вопрос только в одном — а как от всего этого идти? Это очень сложно. Следующая книжка, которую, наверное, все знают, и о которой мне хотелось поговорить — это книжка Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вайлоне». Это увлекательная художественная книга, которая была, кстати говоря, написана почти сто лет назад про события, которые происходили четыре тысячи лет назад. Состоит она из рассказов-притч. Главный герой — бедняк Бансир, который вывел свои правила при умножении денег и стал еще тогда миллионером. Это еще одна книга про простые правила пополнения капитала, основанная на экономности и регулярности. Финансовый ликбез — вроде как скучно, но тем не менее. На обложке, кстати, написано, что это любимая книжка того же самого Бабам Роберта Киосаки. Книжка как раз Насима Талиба «Черный лебедь». Как подготовиться к непредсказуемым событиям? И вообще, что такое непредсказуемое событие? Книга эта с каждым годом становится все более и более актуальной и уже имеет авторов-последователей. Ну, мы так или иначе все вот такого рода события называем «Черными лебедями». Идея «Черных лебедей» давно известной философией популяризовал аналитик рисков, он вообще-то аналитик рисков Нисим Талиб в книге «Черный лебедь» под знаком непредсказуемости. Написал он эту книгу в 2007 году. «The Black Swan» — «Fabric», смотря откуда приходит «Fabric». Ну, «Черный лебедь» — невероятное, непрогнозируемое событие, которое имеет согрушительные последствия для мирового сообщества. Примеры «Черных лебедей» — ну, как их много. Приходило, например, Гитлера к власти. Появление интернета. Ну, хотя творческий интернет — это «Черный» или «Белый лебедь». Теракт 11 сентября. Да много чего, вы знаете. Очень много событий ложится под это. Случайность с философской точки средних событий явно влияет на рынки, в том числе фондовые и вообще на всю экономику. Чем это знание полезно для нас? Философский интересный вопрос. Учит жить по состоянию неопределенности. Наша жизнь — постоянная неопределенность, особенно последнее время. Ожидать случайные события в разных областях — мода, религия, личная жизнь. Кстати, тоже. Быть открытым к возможностям, а также к счастливым лебедям, таким белым лебедочкам. Кстати говоря, книжка эта входит в топ любимых книг SEO и топ Amazon, между прочим. Кстати, другая достойная книжка Талиба — «Одураченные случайностью». Вы знаете, я хотел бы подчеркнуть в завершении этого небольшого обзора, что мышление для начинающих инвестировать — это самое-самое важное. Друзья, я вам дал некий спектр, где есть книги от малого до велика разной формы и разной глубины. Они больше про мышление, они больше, если хотите, про мотивацию. О более прикладных и конкретных книгах мы с вами поговорим, естественно, отдельно. Это будет большой, серьезный разговор. Книг много в действительности. Книг про инвестиции, книг про бизнес, книг про то, как организовывать компании, книг про то, как управлять финансами. Правда, их очень много. Кстати, я тоже планирую написать книжку, уже, в общем-то, подготовил главы, продумал это дело. Просто сложно, времени мало. В конце концов, ваш покорный слуга занимается инвестициями более 30 лет. Работал на международных рынках, работаю на российском рынке. По сути, являюсь одним из создателей российского фондового рынка. Это, конечно, очень сильно сказано. Скорее, работал с самого начала, еще в 93-м году, был один из тех, кто создавал альтернативные модели приватизации. Да-да. Тогда, когда как раз была принята вот эта чубайсовская модель приватизации, всем нам хорошо известная, я подготовил другую концепцию, основанную на облигационно-приватизированных займах. Идея была такая. Промышленность сегодня очень дешевая. Приватизировать задешево это преступление. Давайте вначале поможем компаниям стать дороже, и потом их приватизируем, а тем, кто вложит в них, дадим определенные преференции. Приняли другую концепцию, ну что делать? Историю же не вернешь назад. Книжек очень много, и все мы их читали, и будем читать. Я надеюсь, что эти книжки вам будут помогать. Ну и, как я уже сказал, я тоже постараюсь сделать ту книжку, которая будет для вас интересна. Удачи и хорошего чтения, друзья!